День с толком Игровой комплекс Экономят уже не только на деликатесах. Барнаульцы рассказали, какие продукты стали бить по карману. Поваленные деревья, летающие тарелки и остановочные павильоны. Барнаул сегодня оказался во власти непогоды. Жители краевой столицы, проживающие в разных частях города, весь день делились видео и фотографиями разбушевавшейся стихии. Смотрите в репортаже Валентины Аскеровой обзор штормовых происшествий. Металлоконструкции летели с высоты вниз. Чудом никто не пострадал. Порывом ветра оторвало отделочный материал на жилом доме на Павловском тракте. Штормовой ветер повалил деревья. Так на проспекте Космонавтов дерево упало на автомобиль. От порывов ветра не устояли и деревья в Изумрудном. Парк временно закрыли для посещения. Ветер ломал и березы возле барнаульских школ. На улице Георгия Исакова, недалеко от детской площадки, также обрушилось дерево. К счастью, никто не пострадал. А вот в Бийске без пострадавших не обошлось, сообщают жители в социальных сетях. Так, в районе частного сектора на дорогу упал тополь. Ветки дерева разбили лобовое стекло легковушки, из-за чего пострадали люди в салоне. Подробности их состояния сейчас уточняются. Возле торгового центра огни ветром снесло забор на остановке. А что касается центрального проспекта города, то там произошло сразу несколько инцидентов. На крыше многоэтажки завалилась антенна. Прямо под ноги девушки рухнула спутниковая тарелка. Сильного ветра не выдержало и ограждение на мосту на новом рынке. Как сообщили в мэрии Барнаула, этой ночью конструкцию восстановят. От стихии пострадали и остановки. На улице 80-й гвардейской дивизии остановочный павильон завалился на бок. На остановке кинотеатр «Россия» с павильона сорвало крышу. Из-за ухудшения погодных условий в регионе энергетики работают в усиленном режиме. Оперативно реагируют на локальное отключение электричества. Устраняют нарушения на энергообъектах, связанные с непогодой. Городские аварийные службы Барнаула также устраняют последствия шторма. Убирают упавшие деревья и восстанавливают остановочные павильоны. А между тем, сегодня и завтра в городе продолжат бушевать стихии. Ожидается похолодание, дождь, мокрый снег, гололед и мощные порывы ветра. В случае ухудшения погодных условий дорожники готовы выехать на улицы города, спасать барнаульцев от снежного плена и гололеда. Горожанам же настоятельно рекомендуется отказаться от поездок и по возможности оставаться дома. В случае чрезвычайных происшествий незамедлительно набирать номер 112. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. На зимнее содержание уличной дорожной сети Барнаула будет потрачено более 600 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на обслуживание почти трех тысяч объектов по всему городу. Для ежесуточной уборки дорог от снега в зимний период на улицы Барнаула будет выезжать более сотни транспортных средств. Для увеличения частоты и площади расчистки почти на 16 миллионов закуплено 8 единиц техники и новое оборудование. В связи с погодными условиями на зимний период начали переводить и федеральные дороги края. Сейчас необходимо дождаться всех противогололедных материалов. Их запасы на данный момент превышают 85% от нужного объема. Готовность техники – 100%. Всего этой зимой на федеральных дорогах будет задействовано 550 единиц техники, большая часть из которых предназначена для очистки проезжей части от снега. И к другим темам. Спустя 40 лет буквы «Барнаул город орденоносный» снимают с крыши на проспекте Красноармейском. Напомним, знаменитая надпись пришла в негодности и после оценки экспертов признана аварийной. Подробнее в сюжете. Время пришло. Буквы «Барнаул город орденоносный» начали демонтировать. Такое решение приняли представители Барнаульской мэрии на выездном совещании на прошлой неделе. Конструкция признана опасной. Была проведена экспертная оценка. Буквы признаны аварийными. Создают они угрозу жизни гражданам, в том числе и живущим, и их имуществу. Поэтому было решено их демонтировать. Демонтаж осуществляет специализированная организация. Работы должны завершить оперативно в течение пяти дней. Значит, будут демонтированы буквы, затем демонтирована сама конструкция с помощью крановых установок и перевезена на базу Бармогурсвета. Дальнейшая судьба букв пока неизвестна. Но в ближайшее время жители краевой столицы, депутаты, общественности, ветеранское движение подумают над новым местом, где можно разместить столь знаковую для города конструкцию. Валентина Аскерова. День с толком. Визитная карточка города не горит. Жители краевой столицы заметили, что буквы «Барнаул» в Нагорном парке перестали подсвечиваться и забили тревогу. В социальных сетях люди даже предположили, что «экономят свет» или «Барнаул переименовывают». На самом деле название города остается. Как нам пояснили в администрации, это всего лишь демонтировали прожекторы из-за технической неисправности. Сейчас они находятся на заводе-изготовителе, где проводится их ремонт в рамках гарантийных обязательств. После завершения работ прожекторы вернут обратно и подсветка букв будет восстановлена. Жители «Барнаула» все чаще отказываются от хороших продуктов на своем столе. Причем это далеко не деликатесы. Об этом они признались в нашей съемочной группе. Ведь только за этот месяц значительно увеличились цены на яйца, курицу, сливочное масло и сыр. Насколько подорожало жизни, что об этом думают барнаульцы, расскажет Юлия Щепина. «Реже берем, допустим, мясные, курицы те же. Ну, самое необходимое берешь, конечно, куда деваться». А куда деваться? Сегодня это девиз жизни среднестатистического барнаульца. «Продукты же нужны. Ну, цены, конечно. Или мы могли взять яйца даже куриные, которые по 69, а сейчас они самые дешевые, вот 96». Тем временем в Алтайском крае за месяц подорожали не только яйца, но и мясо кур, сыр, сливочное масло и другие продукты. По данным Алтай-Крайстата, куриное мясо подорожало на 12 рублей за килограмм, сливочное масло на 22 рубля, сыры на 17 рублей. А стоимость яиц подросла серьезно – на 21 рубль за десяток. Ранее эксперты связывали рост цен на курицу с отгрузкой ее за доллары в дружественные страны – Иран, Индию, Таджикистан, Узбекистан. Алтайский же край экспортирует курятину в Китай. Цены на яйца объясняют санкциями. Инкубационное яйцо раньше покупали за рубежом, а российских предприятий, которые занимаются производством такой продукции, мало. Между тем, покупатели признаются, что постепенно отказываются от продуктов, а кто-то не может себе позволить даже базовую корзину. Я в принципе варю раз в неделю. Хлеб я уже давно не покупаю. Молоко у меня только низкокалорийное, потому что у коров нет молока много. А денег нет, чтобы купить. Все даже то, что есть на прилавке. Цены вообще, конечно, бешеные. Ну вот такая вот у нас ситуация сложная. Ну и невыносимая, надо сказать. И не только у пенсионеров. Я думаю, что у работников тоже такая фигня. Жизнь стала весьма дорогой. Несоизмеримость с зарплатами и пенсией, жалуются барнаульцы. Я пока не отказываюсь. Мне сын помогает. Поэтому мне проще. А вот у кого некому помочь, тем сложно. Вот, допустим, конфеты, которые хотелось бы поесть. Хлебобулочные изделия уже. И лапшичка уже тоже, знаете. Берешь тот, а та, что за 20 долларов. Берем самое дешевое по скидке. Естественно, отказываешься. Уже мясо вообще не понять по какой цене. Курятина тоже, яйца заоблачная цена. Однако терпелив и мужественен русский народ. Да и плюсом для акционеров стало снижение цен на сезонные овощи в нашем аграрном крае. Например, на картофель, морковь, лук, огурцы. Мы можем либо материться, потому что мы это не изменим. Либо закупить то, что нам потом, знаете, как лапочек усосать. Либо все это благословить и жить в мире. Где теперь играть детям? Таким вопросом задаются жители Октябрьского района, гуляя по скверу химиков. Там в прошлом месяце снесли любимый многими большой игровой комплекс. Он включал в себя песочницу, был многофункциональный, говорят люди. А сейчас вместо него одни лишь турники. Почему убрали детский замок и что будет на его месте? Смотрите в сюжете Данила Кузнецова. Еще буквально месяц назад на месте этих ям в сквере химиков располагался большой детский комплекс. Его открыли в 2017 году. Однако, по словам администрации, срок службы истек. Поэтому его убрали. Было опасно для маленьких детей, потому что вот такие двухлетки лезут и там все очень высоко. И горка была такая, довольно-таки опасная. То есть там каждый раз, когда ребенок залазит, это боль в сердце, что они до двух упадевают. За место детского комплекса, по просьбам жителей, на площадку установили вот такое вот оборудование для воркаута. То есть это преимущественно турники и лесенки. Однако некоторые мамочки все равно негодуют, поскольку с турниками не поиграешь. Плюс с них тоже можно упасть. Вот куда ребенка повезти? Здесь была песочница, она никому не мешала. Даже в плане, вот они убрали замок, а почему песочницу убрали? Ни разу не привезли песок за все время. Очень много вопросов к администрации. Почему вот так сделали? Глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев пояснил, что детский замок пришлось убрать, поскольку на него поступало много жалоб. Мол, стал небезопасным. В особенности горка, которую чинили неоднократно. Ждать появления комплекса не стоит, чего не скажешь о песочнице. В ближайшее время, буквально уже с завтрашнего дня, приступают для монтажа большой песочницы, такая большая современная песочница, нигде таких песочниц нет. Также появится там скамейка для мамочек, которые будут приходить с маленькими ребятишками, чтобы они там отдыхали, играли в данной песочнице. Никаких работ на этой площадке в последние дни не вели. Тем временем в администрации отметили, что по просьбе жителей сейчас разрабатывают проект дальнейшего благоустройства этой территории. Планируют установить новые качели и безопасное резиновое покрытие. Вот такая альтернатива детскому многофункциональному комплексу. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Участники Алтайского отделения общероссийского объединения «Движение первых» записали подкасты с известными личностями региона. Среди гостей были министр культуры края, депутаты краевого заксобрания, городской думы и не только. Подобное задание на коммуникабельность участники «Движение первых» получили в рамках регионального этапа конкурса «Команда первых». Главная цель испытания заключалась в том, чтобы в 30-минутном подкасте раскрыть миссии объединения. Быть вместе, быть человеком, быть в движении, быть с Россией. Всего в этом этапе приняли участие 100 лучших студентов алтайских учреждений профессионального образования. Если та информация про какие-то мои размышления, мой личностный путь, мои профессиональные установки кому-то может быть полезной, я только рада этому. Потому что когда мне было 20 или 15, ведь тоже в моей жизни были люди, которые что-то вовремя сказали, и я подумала, о, ведь можно вот так. К другой теме. В Бийске на предприятии «Эвалар» прошло заседание научно-экспертного совета по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края. О ходе встречи расскажет Юлия Цапко. Ведущие ученые и специалисты в области биотехнологий, представители регионального бизнеса и органов власти собрались в Бийске на совете по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края. Как отметил председатель совета и заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, главная задача – объединить усилия всех участников для единой цели. Те вопросы, когда у нас с наукой создаешь что-то новое, и тут проходят годы по созданию трехлитерей на производство, чтобы довести до потребителя. А когда на аргумент работают и являются все участники членов совета, то все наукой проявляются, что здесь вопросы, когда наук разрабатывает тот же индустриальный партнер, который частично вкладывает свои средства, и на своих предметах уже опробирует, отрабатывает все эти моменты, и ускоряется процесс, о котором я сказал, в десятки раз. Площадкой для заседания была выбрана фармацевтическая компания «Эвалар» и не случайно. Здесь давно и успешно внедряют инновационные разработки в области производства лекарственных препаратов и БАДов. В чем участники заседания смогли убедиться лично. Для них была организована обзорная экскурсия по производству полного цикла. В настоящее время компания успешно реализует программу импортозамещения. Мы замещаем порядка 100 продуктов в категориях биологически активной добавки к пище и лекарственные препараты. Кроме того, на данный момент в портфеле компании уже есть 24 лекарственных препарата, аналогоимпортных, которые более доступны для потребителей, но при этом ни в коем случае не уступают по качеству, а также по профилю безопасности и эффективности. Участники совета обсудили развитие приоритетных направлений биотехнологии и производства органической продукции. Так, Алтайский край занимает третье место в России по производству меда. И сфера пчеловодства готова развиваться дальше. Представители вузов региона рассказали о своей научной работе и потенциале. С 2018 года в крае осуществляется государственная поддержка биотехнологических проектов грантами губернатора. В общей сложности освоено более 52 миллионов рублей. В итоге свыше 50 предприятий стали инновационными партнерами и ускорили разработку инновационных решений. По словам заместителя председателя правительства Алтайского края, эта работа будет продолжена. Юлия Цапко, Андрей Сигаев. День с толком. Новой героиней нашего проекта «Я раскаиваюсь» стала осужденная Алтайской исправительной колонии села Шипунова Наталья Крахалева. Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы за убийство гражданского мужа. Я вот так вот сделала один раз. Попала в плечо. Оказывается, я попала в артерию. В легочную. По словам Натальи, в день убийства муж находился в состоянии алкогольного опьянения. Вел себя агрессивно. Ей пришлось защищаться. Одно из ножневых ранений оказалось смертельным. Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы. В Шипуновской исправительной колонии Наталья отбывает наказание уже 4 года. Пишет книги, работает бригадиром в банно-прачечном комплексе и часто вспоминает историю своей трагичной и даже в чем-то мистической любви. Приехала в гости к одной женщине. Говорит, давайте погадаю. Я в этого все не верила. Говорит, ну давай. Она говорит, ты вот с этим проживешь, с кем ты сейчас живешь еще 8 лет. На тот момент мы жили 5 лет с ним. У тебя появится мужчина, у тебя появится любовь. Любовь всей твоей жизни. Но он будет у тебя метис. Какой метис? Я люблю русских мужчин. Вы будете очень счастливы. Вы будете жить, у вас будет все хорошо. И она замолчала. Я думаю, она увидела. Чем все это закончится. В следующем году Наталья может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. На воле женщина хочет начать жизнь с чистого листа. Попросить прощения у родственников убитого. Выучиться на повара и найти себя на литературном поприще. Историю Натальи Крахалевой можно увидеть сегодня на нашем телеканале в 22.55. Также новый выпуск «Я раскаиваюсь» можно найти на сайте и на ютубе телеканала «Толк». И в конце выпуска спортивные новости. В рубрике «Спортобзор» мы вам расскажем о третьем поражении подряд футбольного клуба «Динамо», о Кубке Евразии по карате, как подвели итоги летнего сезона по мини-футболу и как дела у хоккейной дружины «Динамо Алтай». Об этом и обо всем расскажет Дмитрий Дроздов. Полоса неудач настигла главную футбольную команду края «Барнаульская» «Динамо». В рамках 15-го тура первенства России «Белоголубые» встречались с новотроицкой «Ностой». В первом тайме зрители увидели три забитых мяча с интервалом в 13 минут. За пару минут до конца поединка «Динамо» проигрывало 3-1. Забив еще гол, барнаульцы сократили отрыв счета. Однако, чтобы сравнять его и спасти игру, не хватило ни сил, ни времени. Как итог, 3-2 «Ностой» выигрывает. Чем самым нанеся третье поражение подряд флагману алтайского футбола. Большое количество забитых голов. В целом, я считаю, равная игра. В первом тайме опять неразбериха при подаче соперника голового. Не разобрались, мяч не забывал. Добивание второй гол тоже не успели подстраховать. Даже при счете 3-1, когда мы побежали отыгрываться, мы имели два хороших момента. Конечно, и в нашу сторону мы могли прилететь на быстрых выходах. Но вот так, где-то не хватает мастерства. А вот у хоккеистов «Динамо Алтай» дела обстоят чуточку лучше. Команда продолжает феерить в чемпионате ВХЛ. И в воскресном домашнем матче был обыгран «Невчаник» из Альметьевска. Основное время матча завершилось боевой ничьей 2-2. В дополнительном времени болельщики голов не увидели. И все решилось в серии буллитов. Там, точнее, оказались барнаульцы. Победа 3-2. Хороший боевой матч. Конечно, очень рады победе. Не знаю, триллер в Маниле. Есть такое выражение, да. То есть всех держал напряжение. Мы с Эдуардом Анатольевичем знаем давно друг друга. Играли вместе в Омском авангарде. Нас многое связывает. Непросто. Молодые годы. Очень хорошая команда соперника. Железные прутья гнутся. А вот представители школы кеокушинка и каратэ не сломаешь. В Барнауле завершился Кубок Евразии. В столицу края приехали порядка тысячи участников из России и Казахстана. Болельщики увидели показательные выступления. Настоящие поединки. И даже лицезрели, как спортсмены, гнули железные прутья. Пять татами, два соревновательных дня и 60 комплектов наград. По итогам турнира ГОСИ из Североказахстанской области заняли третье общекомандное место. Спортсмены из Алтайского края на второй позиции. Ну а на первой строчке представители Кузбасса. И в конце еще пару слов о футболе. Накануне состоялось награждение за летний сезон под эгидой Алтайской краевой ассоциации мини-футбола. Награды нашли своих героев, лучших игроков, галеодуров и надежных вратарей. Всего вручили более сотни различных медалей и кубков. Сезон для алтайского футбола просто выдался суперуспешно. Наш алтайский футбол сделал серьезный шаг вперед. Ну естественно мы продолжаем развитие проекта футбол школы. И сегодня вот и собрались и ветераны футбола, и молодые ребята. Когда мы будем чествовать, естественно мы все подтвердим. Футбол не только жив, футбол двигается дальше. Дмитрий Дроздов, День с толком. На этом у меня все. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова